Раушан, Раушан у нас появился. Раушан, здравствуйте, здравствуйте. Я извиняюсь. Ну, вот все, вот все. Тяжело разбирался с этой программой все же. Не, 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 все хорошо. Так, меня слышно, видно? Раушан, здравствуйте, вы меня слышите? Да, я слышу, добрый день. Добрый день. Раушан, ну я тут минут на пять раньше вас уже вышел, как бы, вот, и маленький уже рассказал. А, про что мы будем разговаривать? Хорошо. Вот, и если вы готовы, я готов вам задавать вопросы. Все, поехали. Так, ну, я, как уже сказал, вопросы задаю, с учетом того, что вы вчера уже с кем-то, с Новосибирска пообщались, да? Да, я его делаю. Да, но, тем не менее, общий вопрос, который я задаю всем, что у вас там вообще в связи с коронавирусом происходит, сработает с жизнью, что открыто, что закрыто, как вы вообще себя чувствуете, чего ждете? Друзья мои, давайте поздороваясь с вами со всеми. Добрый день. Значит, Юрий меня представил, я Раушан Балиев, живу в Черногории с 11-го года. Значит, здесь занимаюсь недвижимостью, специализируюсь на недвижимости на побережье, то есть это с города Бар до города Герст-Нови. Что касательно коронавируса, то вчера, 2 июня, Черногория торжественно объявила, что пандемия закончилась полностью, потому что за последние, вот предыдущие 28 дней не было ни одного нового случая заражения. То есть уже две недели, как в Черногории нет больных совсем, а за все время, значит, этой эпидемии, то есть здесь заразилось 324 человека. К сожалению, 9 из них умерли. Остальные выздоровели. Вот общая ситуация такая, на сегодняшний день открыто все. Единственное, пока, значит, постепенно открываются границы для разных стран. Критерием является 25 больных на 100 тысяч населения, а на сегодняшний день, точнее, нет, не на сегодняшний, на вчерашнее утро было открыто, значит, 130 стран в этом списке, где, значит, больных меньше, чем 25 на 100 тысяч. К сожалению, Россия пока не входит в этот список. Вот такая ситуация. Понятно, спасибо, спасибо, Равушан. Ну, давайте я вот, вообще ничего про вашу страну не знаю. Вот какая у вас там самая холодная, какая самая жаркая температура, какая самая большая? А, значит, здесь, на берегу, на побережье, мы зимы не видим, снега, в привычном понимании нам, да? А, значит, температура зимой не опускается ниже, там, 2-3 градусов тепла. Я это все отношу к тому, что рядом под боком большая масса воды, которая все равно, лед не замерзает. Соответственно, здесь температура воды не меньше 10-12 градусов зимой. Летом, значит, в разные, понятно, что разные годы по-разному. Я вот помню, был год, где термометры были до 50. В основном это вот 35, что-нибудь там, плюс-минус. За счет того, что, опять же, рядом море, то есть даже 50 градусов абсолютно хорошо, спокойно воспринимается. То есть не так, чтобы вот прям надо постоянно быть только под кондиционером. То есть довольно спокойно, довольно мягко все это проходит. То есть вот поэтому такой, как говорят, срединорский климат мягкий такой, приморский. Рошан, скажите, пожалуйста, в Черногории принято обращаться к риэлторам за решением своего же личного вопроса? Да, это обычное явление. То есть здесь достаточно много агентств, как вот уже, значит, иностранных, зарубежных, так и местных. Все, в общем-то, и почему. В любом случае страна небольшая, поэтому местный рынок, он небольшой априори. Соответственно, в любом случае здесь рынок направлен на извне, что называется. Поэтому в любом случае здесь не обходится без вот нас, пришлых иностранных агентств, которые ориентированы на своих соотечественников, да. А местные так и линзи обращаются. И что я обратил внимание, то есть вот за последние два года много местных стали обращаться именно к нам, понимая, что мы реализуем объекты, в том числе и своих соотечественников, а они уровни все равно получаются выше, интереснее, нежели их собственные. И я это отношу к тому, что все-таки мы достигли дна. То есть местные тоже поняли, что дешевле уже не будет, надо брать в этой ситуации. Соответственно, они сами кредитуются, берут кредиты, что на них абсолютно для них не характерно. И вот, то есть рынок в этом плане вот опять-таки начинает оборваться. У нас всех случаев было, что называется, за два дня до объявления о закрытии границ. То есть вот сейчас мы смотрим, что вот с первого числа пошли первые какие-то поползновения переезда через границу. Пока мы так видим, что в основном это скорее те люди, которые приезжают на работу из соседних стран, из Боснии, из Хорватии, из Алмании. То есть в них цель одна, то есть опять-таки вернуться на свои рабочие места. Но вот посмотрим, как будет развиваться дальше события. Я правильно понял из ваших слов, что покупателям вы бы посоветовали сейчас покупать? Да, да. Вот я к вам обратился. А продавцу что вы посоветуете? Вот я продавец. Что я вам обратился? Что вы мне скажете? Ну, соответственно, в Черногории я продавец, да. Если вы продаете квартиру здесь, то, безусловно, лучше обратиться к агентству. То есть, ну, это так же, как и в России. То есть можно продавать и самостоятельно, а можно продавать и, значит, все-таки при помощи агентств. Вы не будете так... С учетом вот ценовой политики и того, что происходит? Тем более, с учетом того, что происходит. А что касательно вас, то для вас конкретно. Вы живете в России, недвижимость здесь. Вам все равно нужно организовать показы, вам все равно нужно организовать рекламу. Даже если вы думаете, что вы сам крутой риэлтор, вы сейчас быстренько, значит, по своей же клиентской базе раскидаете. Меня раскусили рожа. Ладно, спасибо. Я почему так говорю? Я почему так говорю? То есть, вот, обернем ситуацию зеркально. Я сам так же продавал свою недвижимость в России. У меня не было ни те, ни сомнений, что я буду это делать сам. То есть, я выехал буквально на 2-3 дня к себе в город, просто подобрал то агентство, с которым я буду работать, и уехал обратно. Все. Равшан, а скажите, пожалуйста, я уже услышал, что агентств у вас, ну, как бы не одно, а много, да? А как вот принято работать? От продавца, от покупателя, или как-то нету такой вообще схемы? Схем как таковой нет. Все работают по-разному. А у меня вот потихонечку схема устаканилась такая, что я работаю от продавца. То есть, я заключаю договор с продавцом, то есть, я представляю его интересы, представляю его объект, и дальше уже выхожу на рынок с этими предложениями. Понятно, что таких договоров не один, достаточно много, поэтому есть определенный пул предложений. Если покупателю что-то не нравится из предложенного, всегда найду, что подобрать. То есть, так, чтобы и покупатель не ушел. Но, в любом случае, отправная точка, то есть, всей деятельности, как уголой, она идет от продавца. И, соответственно, комиссионная, то есть, вот здесь это уже устаканилось, также принято, что, значит, комиссионный платит продавец. То есть, комиссионное вознаграждение оговаривает с продавцом. То есть, со стороны покупателя комиссия уже не берется. Хорошо, приятно. Скажите, пожалуйста, вот у нас в России большинство крупных агентств находятся в постоянном поиске риелторов, агентов. Как с этим у вас? Требуются ли риелторы в ваших агентствах? Я думаю, опять же, ситуация везде по-разному. То есть, заходящие новые агентства, особенно мировые, зарубежные, там наверняка не какой-то подбор персонала производят. То есть, я не думаю, что они всех привозят с собой. То есть, где-то устаканилось, устоялось. То есть, здесь текучий кадр большой все равно нет. То есть, так или иначе, народ старается притереться и уже скомпоновать такую более-менее стабильную команду. Опять же, здесь ситуация какая? Страна небольшая, поэтому лучшая реклама о себе, это, по сути, рекомендации, какие-то мнения соседа, друга, приятеля, соседа, соседа, родственника соседа и так далее. Поэтому здесь эта информация расходится очень быстро. Ну и именно, наверное, из-за этого, то есть, вот этих вот перебежчиков туда-сюда, которые постоянно меняют агентство, наверное, это исключение. То есть, в основном, это что-то более-менее такие стабильные компании. А как работаете? У вас агентство, вы сами работаете? Лично я работаю как? То есть, я работаю один. Значит, все необходимые работы, все необходимые дополнительные какие-то вещи идут по договорам. То есть, я привлекаю на договорной основе. Соответственно, дружу со всеми агентствами, которые здесь работают. То есть, на партнерских отношениях мы всегда работаем. Свои объекты предлагаю партнерам, друзьям. А, соответственно, также всегда могу воспользоваться их предложениями. Ну и, соответственно, здесь уже комиссии, какие-то вознаграждения мы уже на своем уровне отделим, не затрагивая интерес ни продавца, ни покупателя. А скажите, вы можете так как-то вкратце описать, ну, какие вот условия работы в агентстве у риелтора? Ну, там, среднее, большое, там, не знаю, как. Может быть, знаете. Опять же говорю, здесь тяжело говорить. Ну, во-первых, вещь достаточно потенциальная, то есть, она не выносится на публику. Основная база какая? То есть, есть некая, значит, организация, назвались агентством, в нем собрались несколько риелторов. Ну, одна из распространенных схем. Соответственно, есть человек, который занимается администрированием, есть агенты, которые в поле. Соответственно, каждый приносит в копилку. Есть некий процент, который отчисляется на содержание команды, на содержание предприятия. Остальное человек получает в виде комиссии. Эта процентовка везде плюс-минус разнится, но, в принципе, опять же, получается, что базовая работа агента, она самостоятельная. То есть, здесь, скажем так, в любом случае, любое агентство – это скорее некий клуб профессионалов, которые объединены общей юридической фирмой, что называется, вот название. Я понял, ага. Хорошо. А тогда скажите, пожалуйста, что у вас больше распространено, и есть ли вообще, то есть, есть эксклюзивная работа, есть работа «мы продаем все». Есть ли такие у вас варианты? Как и везде. Юрий, то есть, вот Чевногория – это такая же страна, то есть, не рассуждая долго о размерах, да, о масштабах. Здесь присутствует все абсолютно то же самое. То есть, есть агентства, которые пылесосит все, которые пытаются, собственно, значит, сайт напинать разных объектов, не всегда контролируют, что они себе представляют. зачастую бывают и курьезные, комичные случаи, когда выставляется объект, ни до агента, ни до агентства не дозвониться. Значит, при этом, значит, настолько примлекавшееся, значит, название, что оно уже везде. многие начинают думать, что это нечто прям такие вот из ряда вон выходящее. На самом деле, это просто вот, ну, скажем так, скопище каких-то объектов, которые не всегда даже, ну, либо цель натянутые с чужих сайтов, либо вообще неконтролируемые, что это такое. То есть, совершенно из головы взятые цены неадекватные, в обе стороны причем. Вот. То есть, это видно даже на больших агрегаторах, когда на эти объекты пытаются задавать вопросы, эти вопросы висят там, там, не спецами иногда, годами, безответные. Вот, поэтому, значит, ну, соответственно, я на них натыкаюсь, когда периодически они доставляют мои объекты. Пытаюсь дозвониться, ответы не получают, просто звоню агрегатор, чтобы сняли. Вот, поэтому, что называется, семья не без урода, такое тоже присутствует. Ну, в основном, всегда, значит, все конкретно ведут свои объекты, то есть, есть фото, видео, описание, всегда есть какой-то прикрепленный агент, можно просто позвонить по агентству, либо прямо по телефону, который указан, выход на место, какие-то вопросы, и дальше я веду туда покупателя, либо веду уже, естественно, свои объекты. Понятно. Равушан, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас с вами на русском языке общаемся, а на каком вы еще там общаетесь? С местными, в основном, это язык черногорский, значит, стали заметно присутствовать англичане, немцы, здесь в основном входу английский в этом плане, то есть, вот этих трех языков мне хватает достаточно. Ну, а потом чудо-смартфон с гуглом-переводчиком, то есть, у меня просто есть еще направление, как управление объектами, соответственно, я, в том числе и в сфере туризма, так или иначе, да, то есть, в Бухинге, R&B и на своих сайтах тоже я раскидываю, то есть, есть несколько квартир управления. Ну, и, соответственно, допустим, в прошлом году был полный интернационал, то есть, посмеялись в конце года, были французы, итальянцы, венгры, молдаване, румыны, немцы, итальянцы, то есть, вот, ну, и там дальше, знаете, уже когда болгары были, болгарами смешно, так на слух язык похожий, но некоторые слова разные, я начинаю так пытаться выяснять, да, мы, говорит, болгары, успокойся, вас тоже понимаем, поехали общаться, вот, а если совсем вот с венграми, допустим, тяжело, все, гугл-переводчик, набираешь вопрос, получаешь ответ, ответ, соответственно, в своем, на своем языке, то есть, нормально, в этом плане, то есть, люди стали к этому относиться скоро спокойно, на бизнесе никакого нет, и требований общаться вот только на моем языке тоже нет, находим общий язык. Понятно. Роша, ну, у меня практически все, у меня остался один вопрос, вот, одно пожелание, ну, и, как бы, это, вопрос звучит, вот, что вы посоветуете риелтору, который вдруг вот решит переехать к вам в Черногорию, вот так вот. Ну, вот прямо вот. Ребят, как и везде, как и везде, то есть, осмотрелись, огляделись, постараться не делать холостых ходов, не делать, значит, шагов, которые создадут о вас отрицательное мнение, еще раз повторяю, страна очень маленькая, и любые силодвижения становятся буквально, не то, что завтра, уже сегодня к вечеру будет известно практически по всей стране. Вот об этом надо всегда помнить, то есть, соответственно, блюсти свое реноме, свое лицо, ни в коем случае его не запятнать. Тогда обязательно все приложится, можно спокойно общаться и с коллегами, и с клиентами, и с партнерами, потому что вы сами прекрасно понимаете, что работа риелтора, это в любом случае соприкасается, начиная с переводчиков, нотариусов, юристов, фоксистов, официантов, то есть, круг общения широчайший, совершенно широчайший, и вплоть до того, чтобы мне, допустим, вот в группу, да, я уж извиняюсь, но все сложно, но постоянно приходят предложения, а я стойлер, а я водопроводчик, а я, значит, там вот плитку кладу, я говорю, ребята, замечательно, а я риелтор, а я да пообщаемся, ты не смеешься, у тебя есть клиенты, которым это надо, ты себе запиши. Поэтому, вот таким образом, круг общения очень широкий, и, соответственно, люди потом потянутся даже сами, если себя нормально, хорошо, грамотно, правильно вести. То есть, вот единственное пожелание, наверное, такое, все остальное приложится, в любом случае, каждый человек, он уникален, у каждого есть свои подходы, есть свои какие-то особенности, которые обязательно нужны кому-то из клиентов. Вы найдете свою нишу, вы найдете себе применение, в любом случае, главное, вот не педалировать ситуацию, не пытаться ее ускорить на ровном месте. Страна спокойная, приморская, все палака, все вот так вот, что называется, настепенно, спокойно, без суеты, но при этом достаточно быстро. Вот что характерно в этой стране? Суеты нигде нет, но страна развивается. Вот за 10 лет, что я здесь, совершенно не скучно. Я всегда людей спрашиваю, вы когда здесь были в последний раз? А в 2017 году, ребят, вы не узнаете страну, когда приедете. То есть она очень так вот ритмично развивается. Хотя без суеты, нигде не видно каких-то вот прям таких вот авральных там силодвижений. Все спокойно, все спокойно. Но при этом... Равшан, я вас пока слушал, у меня еще один вопрос появился. Вот скажите, пожалуйста, вот у нас, может быть, вы помните, есть хрущевки, старинки, новая планировка, улучшенки, у вас такое есть, и как это называется у вас, если есть, конечно, деревья? Названия какие-то, видимо, есть, но даже они ими редко пользуются. То есть, во-первых, здесь очень мало многоэтажных домов. Вот я сейчас стою на крыше, практически, небоскреба по черногорским меркам, в городе Чиват, самое высокое здание. Аж целых семь этажей. Ну, точнее, семь по местному. Да, семь по местному, значит, по-насому это восемь, потому что с нулевого этажа начинается, да, счет. Не с первого, а с нулевого. Вот, что было понимание на российский манер, это восьмиэтажное здание. А таких этажей, в городе, таких домов, в городе Чиват всего пять. Они вот в центре стоят, и все. Поэтому говорить о какой-то серии, ну, беспредметно. Вот больше домов таких, в Герцогнове, в Будве, в Баре, их больше многоэтажек, но тоже это не характерно. То есть, в основном народ живет в двух, трех, максимум, четырехэтажных домах. Лифты не распространены. Поэтому планировки, они похожи, но они не стандартизованы. Потому что ДСК вот этих вот нет, да, домостроительных комбинатов. Соответственно, вот этих панелек нет. Откуда возникли все эти названия? Хрущевка и все остальное, да? То есть, кто-то один нарисовал, и дальше пошли стамповать. Здесь некому было этому рисовать, и некому стамповать. Поэтому какие-то... Кажется, не было коммунизма, да? Вот. Поэтому у любых домов есть, скорее здесь народ обращает внимание, кто зато строчек. То есть, на сегодня уже известно, да, вот есть один, вот второй, вот третий, да, вот это Градня, это уже все, это фирма, это знак, это бренд, там, завода из Градня, это все, это понятно, это... Дальше объяснять... Местным объяснять не надо. А, знаю. Другую фамилию называешь. А, ну ты мне это не предлагай. Зачем это все? Это для вас, для русских построили, вот вы там сами и живите. Даже так? Ну, есть такое, есть. У нас здесь шутят, у нас здесь шутят. Есть несколько домов, которые, как и говорят, построили русские для русских. Вот. И сейчас на волне, когда вот надо было в прошлый день деньги скидывать, да? Там подешевле? Говорят, это как на супериях, нет. Нет, не то, что дешевле, скорее дороже, но вот с неким флером, что там что-то вот прям совсем из ряда вон выходящее. Вот. Но, ну, просто есть пару домов таких, где звукоизоляция прямо смутошибательная. Значит, приехал у меня покупатель на дом. Ну, значит, там хороший дом, замечательный покупатель. Думаю, надо поселить в хороший дом. Ну, вот у нас на слуху такой вот весь из себя. Даже называются русские дома. То есть вся распальцованная, значит, публика тут. Наутро мне человек говорит, ну, сам переселяй меня отсюда куда угодно. Вот ходит к себе домой, там вот собачью будку. Я говорю, Игорь, что случилось-то? Слушай, у меня всю ночь слушал, как весь дом ходил в туалет. Причем, похоже, это был, говорит, первый подъезд. Я, говорит, последний. То есть, вот, ну, потом мне сказали, да, говорит, ты ошибся, зря ты вот сюда. Переселили потом на отдельную виллу. Все, человек оказался доволен. Ну, вот, ну, факт вот есть такой. Есть. То есть, люди туда приезжают в основном буквально на 2-3 недели в свои квартиры пожить и так далее. Вот на этой эйфории, что приехали на море, тут вот замечательная погода, фрукты, овощи, море и так далее, да, горы там. Ну, народ не сидит дома целыми днями. А к вечеру уже приходят настолько ушатанные все, там уже, что называется, ноги куда-то вот задрать и просто выспаться. И, наверное, такие нюансы не обращают внимания, я так понимаю. Ну, а так, там хорошая техника, там, наверное, в узлах и так далее, то есть, на кухне, там, какая-то вот, бытовая, да. Но вот какие-то нюансы недоработаны. Опять же, местные, которые постоянно, они это знают. И вот для многих достаточно сказать, вот в этом доме, в этом доме, в этом доме, то есть, для местных даже фотографии не сильно нужны. Фотографии, скорее, в втором, третьем этапе, когда уже, да, все, дом выбран, да, квартира замечательная, площадь устраивает. То есть, локация определилась, все. Равша, ну, тогда, если хотите что-то сказать, скажите, и нам еще маленечко потом покажите, что вокруг вас и на этом, ну, я думаю, завершим. Хорошо, конечно, а значит, ну, воспользовавшись ситуацией, воспользовавшись случаем, все-таки еще раз хочу буквально пару раз сказать о себе. А значит, сам я из России, из Казани, Татарстан, то есть, это центральная часть нашей страны, здесь вот примерно 10 лет скоро будет, да, то есть, поэтому знаю ситуацию и в России, соответственно, и уже прочувствую ситуацию здесь. Если есть желание что-то здесь приобрести, или даже просто приехать отдохнуть, пожалуйста, обращайтесь, у Юрия есть мои контакты. Я предлагаю вам, если вы уже наметили для себя какие-то движения в сторону Черногории, начинать пока вы дома. То есть, мы с вами еще раз посмотрим, что вы знаете о стране, бывали ли здесь, если нет, то я вам дам какие-то материалы, вы ознакомитесь, так что было полное представление о стране, что здесь можно увидеть, на что можно рассчитывать, что здесь можно получить. Дальше мы сможем выбрать объекты, то есть, для начала выбрать регионы, в зависимости от того, что вы ставите себе целью. То ли вы планируете переезд, то ли это скорее запасный аэродром, то ли это вот вы будете инвестировать, соответственно, для получения дохода в евро, да, любые варианты. сообразно этому, подберем вам регион, определимся с уровнем квартиры, с уровнем дома, или что вы будете приобретать. Возможно, у вас есть более дальние, более большие виды на то, чтобы здесь застыклить более крупные проекты, да, то есть, мини-отели, построить какой-то дом на хорошем участке. То есть, вот это все предварительная работа мы могли бы сделать с вами предварительно, пока вы дома, для того, чтобы приехать сюда, сторона еще раз говорю небольшая, мы смогли бы и проехать, и вы наложите свои личные впечатления на то, что вы прочитали, чтобы эмоции сошлись вот с интеллектом, да, в одну точку, еще раз затвердиться, да, действительно правильно выбрали регион, да, действительно правильно выбрали объект, и за неделю максимум мы могли бы что, еще раз вот наложить впечатления, совершить сделку, и вы бы уехали отсюда практически с договором. Потому что остальное, опять-таки бумажную сторону, я бы доделал даже без вашего присутствия. То есть, вот такая схема вполне рабочая, вполне могла бы быть, еще раз говорю, то есть, под минимально короткой, да, максимально короткой, до любых временных рамок, пожалуйста, я вас готов сопроводить на этом пути. Ну, и, соответственно, я дальше своих клиентов не бросаю, то есть, вот получилось так, что многие квартиры остаются у меня в работе, и таким образом я еще и в эту сторону зашел, поэтому, говоря о доходности квартиры, я вам говорю на реальном примере, на реальной практике, то есть, это цифры, которые взяты не из интернета, а из жизни. Вот этим хотел бы завершить свое выступление, а что называется картинку, показать не вопрос. Давайте, давайте. так, ну, наверное, вот так вот, да? Видно? Да, так хорошо. Вот, вы практически можете посмотреть на весь город Сиват, его центральную часть, то есть, это Сиватская бухта, Сиватский залив, как кусочек Буко-Которского залива целиком. Вот там дальше вы видите, это форта Монтенегро, яхты. Видно, да? Да, да, да. Вот три большие мачты, это, значит, самая большая в мире, значит, парусная яхта. То есть, механизированные паруса, когда она заходила в бухту, это было зрелище, конечно, совершенно отпадное. Вот, и даже сейчас, когда она стоит, вот эти вот три мачты, видимо, требование техническое, они периодически поворачиваются, то вот они становятся вдоль самой лодки, то, значит, поперек. Вот. Ну, и, соответственно, вот дальше это горная, да, сторона. То есть, мы упираемся в горы. Вот среди этого великолепия. Российские олигархи переезжают за Черногорию, да? Здесь народ шутил, если по поводу этой яхты, народ шутил, что, говорит, человек приехал переждать коронавирус. Самое экологически безопасное место. Ой, ну, спасибо большое, Равшан. Спасибо. Очень. Ну, Юрий, не надо так тяжело. Я так красиво. Не надо так тяжело. Так я и написал вам в комментарии. Все будет хорошо. Я узнавал, мне обещали. Вот. Поэтому границы откроются. Что характерно для Черногории вот сейчас в последнее время и что радует, безусловно, это то, что на сегодняшний день официально признали время туристического сезона от 15 апреля до 31 октября. В это время россиянам безвизовый въезд на 90 дней. А, значит, зимой, то есть вот в остальное время безвизовый въезд 30 дней. Многие люди приезжают сюда отдыхать именно в осенью, сентябрь, октябрь. То есть вода еще теплая, можно даже купаться. А, значит, волны туристов уже нет. Потому что, ну, многие кто учатся, кто в школах, кто в институтах, поэтому сентябрь уже как бы надо быть дома, да. Стали приезжать на новогодние праздники. То есть рядом с морем хлопнуть шампанским на берегу в 12 ночи, да, это, не знаю, у меня стала традиция. Вот. Причем, значит, уже вот который год здесь тоже это все достаточно бурно отмечается. Праздники, концерты, какие-то мероприятия на новогодние праздники. То есть довольно весело. То есть приехать сюда вот на эту новогоднюю неделю самое то. Многие даже стали приезжать на марковские праздники, на майские праздники. Поэтому в сутени года много всего. Ну и, соответственно, те, кто увлечется все-таки отельным бизнесом, опять же, ниша, которая сейчас бурно развивается и пока еще на нише присутствует, это корпоративный туризм. То есть разного рода мероприятия, которые можно проводить в небольших мини-отелях, где можно собрать под одной крышей 30-40 человек. Есть лобби, есть небольшая кафешка для того, чтобы организовать питание и в то же время все мероприятия. Согласитесь, учить людей уму-разуму с видом на море гораздо приятнее, чем как мистеронных городов. Да, мотивация, мотивация. А перелеты достаточно были оптимальные. Даже если общий ценник на сегодняшний день сейчас начнет подрастать, как нам все прогнозируют, но он подрастет везде. Поэтому особенно для вас, что долететь до Москвы, что долететь до Тивата, по деньгам, я думаю, будет практически одно и то же. Есть о чем подумать, есть о чем предложить свои силы, умения, средства и все остальное. Равшан, обещаю не вздыхать, пока вы не отключитесь, короче. Хорошо? Все, договорились, договорились. Все, друзья мои, до свидания и до встречи на солнечных берегах Черногории. Обязательно, Равшан. Спасибо. И ты, Иваш. Все, отключаю вас. Давай. Ага. Кик from studio. А без Равшана можно уже и вздохнуть, да? Ну вот, вы видели все, вы слышали все. Как я вам сказал, это будет второе видео, про Черногорию, потому что первый Равшан снял без меня, вот, но я его тоже сейчас прикреплю в группе, все посмотрите. Вот, и это будет один из многочисленных наших роликов, в которых вы можете узнать про какую-то страну, либо про какой-то город, либо про какой-то край. В прошлый раз мы общались с Анжеликой, да, из Краснодарского края, до этого общались с Анастасией из Питера, с Вячеславом, с Еленой, это Красноярска, я сам с Красноярска, мне по этому как бы это ближе, с Яна Анатольевной Лурьей общались, да, из Питера, то есть в принципе, то есть через какое-то время это будет такой каталог, каталог, не знаю, как правильно, куда вы можете зайти и просто выбрать, с кем вам пообщаться по поводу недвижимости, да, в той или иной местности. Как-то так. Все, всем пока, Юрий Черненко, компания Спинч, из Красноярска, Шевченко 44, ну, если что, звоните. Спасибо.